В этом видеоуроке я покажу как правильно зажимать струны. Основы звукоизвлечения также строятся на этом. Примерно так. Чтобы извлечь качественный звук, необходимо хорошо зажать струну. Есть несколько тонкостей о том, как правильно зажать струну, чтобы было и не тяжело, и хорошо звучало. Прежде всего, старайтесь зажимать струны ближе к правой части лада, то есть ближе к ладовому порожку. Допустим, нам нужно зажать второй лад. Второй лад на третьей струне. Мы сделаем это здесь. Не здесь, а именно здесь. Почему? Потому что лад устроен таким образом, что когда мы прижимаем здесь, струне нужно меньшее усилие дать, чтобы она прозвучала и ничего не звенело. И также, если мы же зажимаем здесь, то следующий лад мы также зажмем в этом месте. Конечно, не нужно переусердствовать и зажать, например, сами ладовые порожки. Не нужно их зажимать. Просто возле них. Это не значит, что нельзя зажать лад вот здесь. Иногда, в принципе, это вполне допустимо. Просто для новичков проще будет иногда зажимать здесь. Не стоит принимать это прям так буквально. Это как совет. Хитрость. Так, следующее. Что включает в себя вообще зажатие струны? Мы сначала ставим палец. Ну, например, первый палец на первый лад на шестую струну. Затем щипаем струну. Как в предыдущем уроке. То есть сначала ставим палец, затем щипаем струну. Открытая. Первый лад. Второй. Третий. Четвертый. Это хроматическая гамма. Она весьма хорошо помогает научиться именно зажимать струны. Поэтому начинать обучение я советую именно с этой гаммы. Хроматическая гамма. По моему мнению, это прекрасное упражнение для развития левой руки в гитаре. То есть так вы научитесь зажимать струны. Поймёте саму механику зажатия струны. В дальнейшем можно приступить к следующему упражнению. Это на простом аккорде. Неполный ля минор. То есть мы зажимаем первый лад, вторая струна. Второй лад, третья струна. И щипаем вот таким образом струны. Как в предыдущем уроке. Еще небольшая хитрость. При игре, если вдруг вы чувствуете, что пальцы будто не достают, вы двинете немного вперед локоток. То есть вот так, чуть-чуть вперед. Тогда вы достанете до любого лада. Или же, например, если вы чувствуете, что немного не достаете, как будто пальцы короткие. Нет, это не так. Просто нужно немного подать локоток вперед. То есть локоть сделаем вперед, и вы достанете до любого лада. Абсолютно. Следующий нюанс. Струны необходимо зажимать так, чтобы не глушить нижние струны. То есть, когда зажимаем, нужно зажимать именно под... вот этими кончиками пальцев. Не подушечками, а именно вот этой частью. Кончиком пальца. То есть вот так. Пальцы ставим, не ложим. Иначе ничего не выйдет. Ложим мы их только, когда зажимаем баре. А баре это уже другая тема. Отдельная. Продолжение следует... Продолжение следует...